Результаты взаимодействия Ульяновской области, страны восходящего солнца, обсудили на форуме российско-японское сотрудничество. Новые вызовы, новая реальность. Пандемия внесла коррективы в проведении мероприятия, и встреча прошла в онлайн-формате. Более десятка японских компаний разместили свои производства в нашей регионе. Почти 1 миллиард долларов прямых инвестиций. Более 1 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Среди них компания Исузу, Приджстоун, Митсубиси, ДМГ Мори и Токата. Губернатор выразил надежду, что сотрудничество будет укрепляться новыми проектами, контрактами и успешными мероприятиями. А для этого на территории Ульяновской области создаются комфортные условия для японских компаний, как, впрочем, и для других инвесторов, приходящих со своими проектами в регион. Вступили в силу несколько законодательных инициатив, которые облегчают условия для инвесторов. Благодаря этому экономическое сотрудничество между странами развивается. Российский и японский межторговый оборот в целом выдержал туда, который нанес бы ему коронавирус, и сохранил основы, потому что даже в самое трудное время, когда полностью оказались перекрытые человеческие обмены между Россией и Японией, сюда ходили, грузовые самолеты, наоборот, увеличили количество своих рейсов, то есть экономическая жизнь между нашими двумя странами отнюдь не замерла. К участникам конференции обратился чрезвычайный полномочный посол Японии в России Тойохиса Кадзуки. Дипломат вспомнил, как он участвовал в открытии завода «Бринштоун» в Ульяновске. Господин посол дал ответ на вопрос, почему Ульяновской области удается быть привлекательной в глазах японских инвесторов. На конференции представители региона выразили заинтересованность в привлечении прямых японских инвестиций и локализации японских предприятий. Всего в онлайн-встречи приняли участие свыше 250 российских иностранных представителей, в том числе участники из Японии, Белоруссии, Германии и Словении. Егор Титов, Новости Улправда ТВ.